Приветствую вас. Давайте рассуждать. Семья у вас есть. И муж у вас есть. То есть я так порагаю, что с моделью женского поведения у вас, ну, все в порядке. С моделью женского поведения, с моделью, значит, супрузовского поведения, да, у вас все вроде бы нормально. Тут я полагаю, проблем нет. Значит, это вопрос тогда. Какое значение вы вкладываете в свою свекровь, что она для вас значит, что она для вас из себя представляет. То есть, грубо говоря, какое она имеет значение, насколько сильное значение для вас имеет. Второй момент. Что именно, что именно имеет для вас столь большое значение? Сама свекровь и ее внимание, ласка и любовь, и тогда, соответственно, это взаимоотношение, скорее всего, с вашей мамой. Или это сам факт посиделок. То есть, вот именно факт посиделок, факт того, что люди сидят и общаются вместе, как подруги, да, то есть именно есть где-то вот какой-то момент, да, есть какая-то компания, вот, в которой вы, по идее, должны участвовать. Но вы не участвуете в ней. С вас это привозят. И в таком случае, это проблема с собственной значимостью. Ну, и, опять же, недостаток социальной активности. Чтобы сидеть здесь, я бы сказал так. Насколько у вас развито общение с друзьями, есть ли оно у вас общение с друзьями? Значит, взаимодействуете ли вы с друзьями, со своими? И так далее. То есть, вот, на мой взгляд, это тут важный момент. Значит, смотрите, ну, если вы хотите все-таки в эту компанию влиться, да, если вам все-таки этого хочется, то тут, конечно, нужна определенного рода хитрость. То есть, будет лучше, если вы, ну, например, подружитесь с старшей снохой, вот, и, соответственно, уже через нее как-то наладите отношения с свекровью. Ну, вот. С другой стороны, если она старше, значит, ну, вот, сноха, то, соответственно, это абсолютно нормально, что свекровь видит в ней более приятного собеседника, чем вас, потому что они ближе по возрасту. А вы, в силу того, что помоложе, менее желательная персона в их, значит, кругу. То есть, все может быть дело в возрасте, просто потому что они считают вас, ну, чрезмерно молодой, да, вот. Вот. Несмотря на то, что вы компонентская, несмотря на то, что вы хорошо ладите с людьми, вот, все равно для них вы можете вполне себе быть, ну, вот, знаете, ну, слишком маленькой, короче говоря. Это нормально. И, опять же, интересно вам будет общаться с людьми, которые вас старше. Зачем? То есть, тут можно задать вопрос. У вас своя компания-то есть? Может быть, вам не хватает просто, эээ, такого, знаете, несемейного общения, скажем. То есть, эээ, я имею в виду несемейное, это значит, эээ, что вы, эээ, со своим мужем, например, общаясь, вы вроде как семья, и вы общаетесь как родные люди. А вам нужно именно такое, вот, дружеское, приятельское общение. Ну, по сути, социальная активность. И этого у вас нет. И через свекровь вы пытаетесь это получить. Ну, через свекровь, через, эээ, старшего сноху и так далее. Вот. Понимаете? То есть, эээ, здесь дело не в том, как бороться со своими, эээ, негативными эмоциями, а дело в том, как правильно реализовывать свои желания. То есть, эээ, понимаете, эээ, ну, вы делаете такой запрос, мол, эээ, как мне подавить свои чувства? Как мне подавить свои эмоции? Как мне их подавить? То есть, я хочу подавить. Я хочу, чтобы у меня этого не было. Я хочу, чтобы у меня не было этих чувств. Но ведь за чувствами кроется желание. Ваше. Понимаете? И, соответственно, нельзя на желание, эээ, как бы, не обращать внимания. Ибо вы же, ну, как бы, хотите быть счастливы и хотите, чтобы ваш муж, ээ, был счастлив также. А он не будет, если, эээ, если вы, эээ, будете свои желания, как бы, подавлять. Понимаете? Ну, вот. Поэтому момент здесь, на мой взгляд, эээ, такой. Вот. Именно такой. Что нужно смотреть, что стоит за вашей негативной реакцией. То есть, люди делают свой выбор. Ну, по факту. По факту. Люди делают свой выбор просто. Они просто сделали свой выбор. Они просто решили, что вот им интересны друг другом. Нормально это? Да. Означает ли это, что вы какой-то там, ну, плохой человек? Нет. Просто им друг другом лучше. Они, может быть, встретились случайно, когда друг друга проявили, и все. И, как бы, теперь они воспринимают только друг друга, и все. И как бы вы ни старались, то бы вы ни сделали, да, поменять это невозможно. Но и вам загонять себя в тупик, да, то есть, говорить, вот я хочу там, чтобы я не избытывал негатива. Ну, тоже не вариант. То есть, понимаете, негатив, он так просто вот сам по себе, он не уйдет, к сожалению. Именно негатив. Так просто. Он не уйдет. Потому что за этим стоит желание. Нужно понять, чего вы хотите, поставить себе цель, чего именно вы хотите. И уже к этой цели стремиться. Уже вот именно на эту цель ориентироваться. И делать что-то для того, чтобы реализовать именно эту цель. Знаете? Сейчас ваша цель одна. Как они сидят там без меня? Понимаете? Это, ну, не цель. Ну, как бы. Это скорее, знаете, такое, немного детское желание, я бы сказал. Это не цель. А цель, это то, как вы себя чувствуете, вот находясь в этом состоянии. Вот, ну, вот, например, вот представьте себе, да, что вы в компании, что вы вот сидите с ними. Ну, не знаю, пьете вино, не пьете вино. Вот. И как вы себя чувствуете? Как вы себя ощущаете в этом моменте? Вот. Вот именно это чувство, оно и является, по сути, самым главным. Это ощущение. Что вы о себе думаете в этот момент? Что вы получаете для себя? Как бы, какие свои желания вы реализуете в этот момент? Может быть, в этот момент вы не боитесь чего-то, а так вы боитесь. Тело, вот, может, кстати, очень хорошо на тело обращать внимание здесь, да? То есть, вот, ну, прислушиваться к телу своему. То есть, вот, смотрите. Например, когда вас не приглашают, да, вы говорите, вы чувствуете там негатив, вас портит настроение. Вот. А тело как себя чувствует? Вот именно, что в теле напрягается? Ноги сжимаются, там, руки, плечи, там, приплечья, шея, шея напряжена, голову втянуть хочется. То есть, вот, подумайте в этом направлении еще. Тоже. Обязательно. Это важно. И постарайтесь вспомнить, когда вы чувствовали себя так. Раньше, раньше чувствовали себя так? Ну, вот. Вот так, грубо говоря. То есть, вот, например, у вас напряжены, допустим, приплечья, да, вы чувствуете, как прям приплечья у вас напряжены. Вот. Вот, когда вы себя так чувствовали? В какие моменты в своей жизни вы себя так чувствовали? Вот, это и будет ответом на ваш вопрос. И там уже можно будет работать, там уже можно, ну, прожить обиды, там можно будет что-то поменять. Вот. Потому что сейчас у вас позиция такая. Значит, ну, я не знаю, либо вы соперничаете, либо вы пытаетесь добиться любви. Ну, то есть, соперничество это, в принципе, тоже отчасти стремление к любви и оценке. Но, понимаете, может быть соперничество ради соперничества, а может быть, как бы, соперничество ради любви. Может быть, может быть, для вас важно именно с микрофт. Так вот, богато выглядит так, что у меня есть некое желание, у меня есть некая цель, у меня есть некое стремление, и я для себя вижу только один способ реализовать то, чего я хочу. Вот, только один способ я вижу для себя. Вот. То есть, способ, он, вот, он один. Другого способа нет. Абсолютно. Понимаете? Ну, вот, для вас, как бы. И всё. А нужно-то что сделать? Нужно увидеть цель, рассмотреть обстоятельства, то есть, ситуацию, да, ну, вот, в какой вы вынуждены действовать, в какой ситуации вы вынуждены достигать своей цели, допустим. И дальше уже ориентироваться, допустим, я хочу любви, я не принимаю себя, ну, потому что я хочу любви, я не люблю себя, мне нужен кто-то другой, значит, указал, что я хороший. Я не принимаю себя. Что я в себе не принимаю, например, кто мне показал, что вот это плохо, ну, то есть, вот, я не должна, допустим, иметь те или иные качества. Вот. Или, если говорить о значимости, то здесь тоже такой момент, да, то есть, значит, я хочу быть значимым. Я хочу быть значимым, вот, ну, вот, через эту, эту ситуацию. А как ещё я могу быть значимым? Как ещё я могу сделать так, чтобы чувствовать себя значимым? Понимаете? Вот. То есть, вот такой должен быть момент. Пока у вас нету на должном уровне степени осознанности того, что вы хотите и того, что вы делаете. К сожалению. Вот. Либо вы сами это сделаете, либо можно с помощью психолога. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. С improیں Sap meleno. каких-то горного 大het, мы надziękuję. Аливер, pueden Buddh. Аливеру.